Здарова, мужики и доброго дня, леди! Внимание, внимание, внимание! Мы никогда не выкладывали и не собираемся выкладывать наши сборки платно. Мы никогда не просим помогать нам финансово. Убедительная просьба, если вы где-то столкнулись с данными фактами, проинформировать руководство официальной группы проекта ВКонтакте. Какие совестные люди! Да, друзья, может вы не поверите, но это обзор на мобильную игру Сталкер, где обещают повторить все в точности из игры и представить те же возможности и миссии, что были в ПК-версии. Как видите, тут то же самое меню. Даже есть настройки графики, которые, увы, ничего не меняют, и пустые настройки управления. Совершенно очевидно, почему так произошло. Не из-за большой любви к игре или возможности перенести весь функционал в андроид-версию, а просто из-за того, что разработчики не в состоянии что-то поменять или создать новое. Я уже видел саму игру, так что знаю, о чем говорю. Давайте теперь покажу и вам. Та-дам! Это, дружочки, Сталкер. Не узнаете? Может, вам просто мешают руки из КС? Давайте взглянем на остальное. Обратите внимание на ходьбу главного героя. Такое впечатление, что он доет воображаемую корову. Да, еще тут очень быстро темнеет. Примерно каждую минуту. В темноте нельзя передвигаться вообще, так как видимость пропадает вовсе. В некоторые дома можно войти. С иных нельзя выйти. Это линии ад. Упасть в бездну, вечность дая корову. Еще тут есть злые собаки, которых практически нельзя убить. Но и они этого не могут. Так что это они на вид только злые. С одной я даже подружился. Человек-собаки-друг. Человек-собаки-друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. А еще тут есть такие аномальные зоны в ландшафте. Наверное, специально придуманные разработчиками. Подойдя к ним, мы снова погружаемся в бездну. Что творит эта безжалостная сука-радиация? В общем, для тех, кто думает и верит в полноценное завершение проекта и успех, я постараюсь объяснить. В игре, если ее можно так назвать, за год не появилось ничего. Нет оружия, противников, людей, миссий, инвентаря. Отсутствует 99,9% локаций. Это я еще мягко выразился. Приседания и того нет. В этой демке настолько ничего нет, что я лучше перечислю, что тут есть. Четыре собаки. Они могут только ходить. Есть мост. Рельсы. Сосисочки. Пару домов. Подземный переход. Пистолет с руками из КС. И есть возможность стрелять и ходить. Хотя назвать это ходьбой, язык не поворачивается. С такими результатами и темпами ждать выхода, даже кастрированный во всех планах сталкера, нам следует в году так к 2030. И то вряд ли. А за ближайшие четыре года мы уже будем рубиться в полноценный кразис на планшетах. В общем, скорее всего, заканчивать ее никто не собирается. Максимум, что у них получится в итоге, это 20-минутный тир, который скачают только оконченные фанаты. Ну а разработчики заработают себе с этого рекламу или какую-никакую копеечку. Это совершенно не значит, что ребята не способны. Может в будущем мы увидим от них не одну достойную игру. А пока что смотреть не на что. На этом у меня все. Если понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua и я от RASH. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok